Продолжение следует... Продолжение следует... Здравствуйте, увижу, добрый день. Рада приветствовать вас всех, собравшихся сегодня на нашем познавательно-информационном вебинаре. Хочу немножечко рассказать о наших вебинарах. Мы немного изменили периодичность проведения вебинара. Теперь мы выходим чаще. Также у нас изменился немного формат вебинара. Например, мы предлагаем вам задавать нам вопросы лекторам до начала вебинара. И мы постараемся ответить во время вебинара на ваши вопросы. В том числе, например, я собрала ваши многочисленные вопросы и постаралась включить все ваши интересующие темы в нашу лекцию, в наш вебинар. Ну, начнём. Тема нашей встречи – это подвижные игры для занятий с детьми от 2 до 7 лет. Ну, подвижная игра – это такой некий незаменимый источник для пополнения знаний, представлению ребёнка об окружающем мире, развития мышления, смекалки, ловкости, сноровки, каких-то ценностно-нравственных, моральных, волевых качеств, а также, конечно, коммуникация и социализация ребёнка. Не зря же говорят, что в дошкольном возрасте ведущая деятельность ребёнка – это игра. Именно в игре и игру, во всех её проявлениях необходимо использовать во взаимоотношениях с детьми. В беседах, будь это прогулка, игра, занятия. Ещё известный нам педагог-новатор Василий Александрович Хомлинский говорил, что игра – это огромное окно, через которое в духовный мир ребёнка вливается живительный поток представлений, понятия об окружающем мире. И игра – это искра, зажигающая огонёк пытливости и любознательности. Именно в игре мы можем развить различные качества ребёнка. Ну а подвижные игры являются некоторым таким упражнением, посредством которого ребёнок готовится к жизни. Так, в процессе игры подвижной дети не только закрепляют или совершенствуют какие-то свои умения, навыки, но и формируют общую культуру, совершенствуют индивидуальные какие-то свои качества. Подвижная игра представляет собой для ребёнка практически первый вид индивидуальной и коллективной деятельности. Именно в подвижной игре, в её различных ситуациях ребёнок имеет реальные возможности для познания своего «я», своих возможностей, для понятия, собственно, такого представления, кем я являюсь в данном коллективе, как он влияет на среду и определить своё место под солнцем в данном коллективе. В педагогической науке подвижные игры рассматриваются как важнейшее средство для всестороннего развития ребёнка. В игре ребёнок осмысливает и познаёт окружающий мир. В ней развивает свой интеллект, фантазию, воображение, формирует социальные связи. Именно в подвижных играх ребёнок неизбежно проявляет своё творческое начало, творческие способности. Например, мы с вами, когда играем с детьми, особенно младшего возраста, и, например, в игру, где дети превращаются в воробушков или бабочек, мы видим, с каким удовольствием они летают как воробушки или смахивают крыльями, как бабочки. Или же, например, в игре ловишки. Вроде бы, подумаешь, бегают друг за дружкой ребята. Но в этой игре присущ творческий характер, и он основан на азарте, на двигательном опыте, точном соблюдении правил. Ведь убегая, догоняя друг друга, увертываясь, ребёнок мысленно прогоняет множество операций, пространственная ориентация у него, как лучше увернуться. При этом, и это очень важно, что он самостоятельно выбирает способы, обеспечивающие результативность игровых действий. Или же, например, в игре «Море волнуется раз», которая требует придумания различных движений, или мгновенной остановки реакции, когда «Море волнуется раз», «Море волнуется два», «Море волнуется три», «Морская фигура на месте замри». И дети должны по сигналу остановиться. То есть они не только творчески подходят, создавая какие-то композиции, придумывая, но ещё тут возникает именно контроль своих движений. И очень важно, что дети самостоятельно выбирают способы действия. Как подчёркивал ещё Лев Семёнович Выгодский, что неповторимая специфика дошкольной игры заключается в том, что свобода и самостоятельность играющих сочетаются с строгим безоговорочным подчинением правилам. И такое добровольное подчинение правилам происходит в том случае, когда оно не навязано извне, а вытекает из самого содержания игры, из её задач. И выполнение этих правил ребёнку доставляет удовольствие. И вот такие игры являются одновременным упражнением для воли, для творчества, для внимания, для мысли. То есть они осознаны ребёнку. А вот, например, игры с мячом способствуют развитию глазомера, двигательной координации. Совершенствуется кора головного мозга. Потому что ребёнок, когда выполняет определённые какие-то действия, это прицеливается, отбивает, подбрасывает, при этом использует, например, хлопки или крутится вокруг себя с поворотами. Всё очень хорошо координирует и развивает действительно глазомеры, координация движения. А такие игры, как, например, жмурки или определить по голосу, вот эти игры, они направлены на анализаторские системы. При проведении совершенствуется сенсорная коррекция. То есть ещё игры у нас играют роль корректологии такой. То есть ребёнок совершенствует свои какие-то умения. Соревновательные игры способствуют познать свои возможности у ребёнка. Ну, данный вид игры требует правильного руководства страны воспитателя. Воспитатель должен чётко знать возможности ребёнка, его умения и вовремя поддержать. Ему важно предвидеть какие-то, потому что соревнования, например, это ситуации, когда могут и всякие негативные эксцессы, да, это соревновательный момент. И бывает соперничество, неприязнь. И вот воспитателю очень важно предвидеть и стараться устранить. Естественно, он должен давать всем негативным проявлениям адекватную оценку, неодобрение. И каждому участнику игры или исполняющую роль воспитатель должен понять, что каждый участник важен, нужен. И без него просто игра потеряет смысл. Таким образом, играя и реализуя форму активности, дети познают окружающий мир, как уже говорила, своё тело, свои возможности. Они изобретают в игре, творят, учатся взаимодействовать с друг другом, что очень важно, да, подчиняться огромному количеству требований в игре, учатся контролировать своё поведение, да, сопереживать друг дружке, поддерживать, помогать. И получается, что игра — это такая всестороннее развитие, гармоничное развитие ребёнка. Потому что, например, ещё игра, и она помогает приобщить ребёнку к труду. Если вы совместно будете делать, заготавливать какие-то атрибуты к игре. Существует классификация подвижных игр. Подвижные игры классифицируются по возрасту, по способу организации, степени подвижности. И вот по степени подвижности делятся на подвижные игры большие подвижности с малой подвижностью и средней подвижностью. Игры с малой подвижностью выполняются довольно в медленном темпе, могут играть неполная группа, небольшими. И используется игра с ходьбой, с какими-то там лёгкими движениями. Это могут быть игры на внимание, например. Игры средней подвижности. Здесь может участвовать как целая группа, так и подгруппами. И характер средней подвижности – это движение играющих относительно спокойно. Также ходьба, передача каких-то предметов. И последняя подгруппа – это большой подвижности. Участвует обычно целая группа. И построена на беге, прыжках, ползании, спортивных каких-то играх, игры с правилом. Ну вот, более активные. Также можно выделить следующие большие группы подвижных игр. Это сюжетные игры, в которых действия детей определяются каким-то определённым сюжетом. Ребёнок берёт на себя какую-то роль и выполняет её. Дети, например, изображают кошку, воровушку, лисицу, обезьяну, самолёт, автомобиль. И здесь очень важно при подборе сюжетных подвижных игр внимательно отнестись к тому, что сформированы ли у ребёнка, у детей те игровые действия или сформированы ли представления о тех сюжетах, которые вы будете играть. То есть сюжетные игры чаще всего несут предварительную подготовку. Это чтение какой-то литературы художественной данной темы. Или просмотр видеофильма, например, о профессии. И дети становятся лётчиками, потом и проигрывают. Или наблюдения во время прогулки за птицами. И когда будут играть, те же исполняют роль воровушков, они будут смотреть, как текли у дёрнышки и летают. Также важно в сюжетной игре подготовить атрибуты. То есть в сюжетной игре должна быть такая довольно предварительная и основательная подготовка. Следующий вид – это несюжетные игры. Это игры наподобие ловишек. И основаны они чаще всего на беге, прыжках, слобле, увертывании. Наличие таких элементов делает игру особенно подвижной, эмоциональной, требующей от детей особой ловкости в физическом движении, активности. К этой же игре следует отнести и игры, которые проводятся с использованием каких-то пособий или предметов. это, например, игры с кеглями, как метание в цель. И несюжетные могут быть также проведены как с целой группой, так и под группой. Следующая группа – это игры упражнения. Они основаны на выполнении каких-то определенных упражнений. там, прыжках, метания, бег. Игры с элементами соревнования, то есть эстафеты, мини, они основаны также на двигательных заданиях и не имеют какого-то определенного сюжета. Но в этих играх эти игры побуждают к активности большой. и проявляются в различных двигательных и в любых качествах ребенка. То есть быстрота, ловкость, выдержка. И игры такого типа могут проводиться как по разделению по подгруппам, так и по командам. Интерес идти к играм с элементами именно спортивной направленности может помочь и способствовать, если это будет команда, и если вы еще на детей оденете, например, разные значки какого-то цвета или там футболочки, форума, и будут разделены они по командам. Дети намного будут заинтересованы в этой игре. Также вот в этих командных очень важно, например, для воспитателя, если вы знаете, что у вас в группе есть неуверенные дети, можно к сильной команде добавить от того самого неуверенного, стеснительного ребенка. И успех всей команды поднимет уверенность у ребенка, что он частью команды, что он справился. Очень важно, вот как я говорила ранее, что соревновательных отслеживать вот этот неприязнь и также очень важно во всех играх важно анализировать итог игры. Что получилось, что не получилось. То есть вы все молодцы, вы все проявили две команды ловкие, но вот шустряки, они оказались быстрее и заняли первое и второе, если у вас первое место. А вот команда ловких, зато лучше всех прыгали. То есть обязательно нужно как-то мотивировать на дальнейшую игру детей. Ну и игры спортивного характера. Это такие игры, как бомбинтон, баскетбол, волейбол, футбол. Ну и такие вот игры, в которых используются несложные элементы, техники, правил спортивных игр. И вот благодаря на таком большом разнообразии подвижных игр, можно целенаправленно и разносторонне развивать детей. Здесь, кстати, важно еще, как объяснять детям правила игры. Например, детям младшей группы, они все-таки больше подвержены влиянию взрослого, и они подражают взрослому. И когда объясняете правила игры детям младшей группе, то воспитатель полностью показывает, откуда, до какого места, если это у вас спортивная игра, соревновательная, с какого места, до какого предмета ребенок должен добежать или там допрыгать. если это какая-то сюжетная игра, то вы также превращаетесь в зайку и вместе с ребенком садитесь, травку кушаете, щиплете, осторожно слушаете, не идет ли волк. И когда волк, вы уже показываете, что вы теперь волк, и вместе с детьми на первых парах показывают, что они должны убежать. То есть на своем примере, входя в одну или в другую роль вы показываете, что делать. Конечно же, в старших группах уже на предмет не показывают, уже больше объясняется, как правильно осуществлять ту или иную игру. Очень важно также при объяснении правил игры чтобы понять, понял ли ребенок о том, что вы ему сказали, задавать вопросы. Так кем вы превратите, кого вы превратитесь в воровушку, что вы будете делать, а когда кошка выйдет, куда мы побежим, то есть задавая вопросы, вы тем самым уточняете, поняли ли дети это или нет. Просто порой бывает ребенок не дослышал, не допонял и нарушил правила, поэтому обязательно нужно уточнять у ребенка в чем причина нарушения правил. Ну и конечно же есть особенности проведения подвижных игр. Подбор подвижных игр зависит от условия работы каждой возрастной группы, общего уровня физического развития, умственного, индивидуальных каких-то особенностей детей, интересов, состояния здоровья, режима дня и конечно же место проведения. Двигательная активность детей реализуется вообще в течение всего дня, во всех режимных моментах. И считается, что двигательный режим в дошкольном возрасте, в дошкольном учреждении включается вся динамическая двигательная активность детей, как организованная, так и самостоятельная. И ввиду того, что двигательная активность это естественная потребность детей дошкольного возраста, то конечно необходимо эту активность планировать и организовать. И это может быть например проявление двигательной активности при самостоятельной деятельности в подвижных играх, в утренней гимнастике, двигательно-оздоровительных физкульт-минутках, физических упражнений после сна дневного, когда ребенок идет по ребристой дорожке, по массажному коврику. Подвижная игра как основная двигательная деятельность детей дошкольного возраста должна планироваться в различное время дня в соответствии с режимом. И вот например утро до завтрака обязательно возникают у детей какие-то игры по интересам. но и среди них довольно часто имеют место самостоятельные игры или небольшие малые подвижности это могут быть игры по интересам или же может воспитатель провести игровые упражнения с несложными заданиями такого спокойного характера. Более подвижные игры организованные со всей группы может заменить например утреннюю гимнастику и это очень даже будет хорошо в первые поры первого полугодия когда дети адаптируются знакомятся и будет как бы дети постепенно входят в ритм детского сада. Дальше активная двигательная деятельность сразу же например после завтрака нецелесообразно и лучше провести какую-то игру средней или малой подвижности также и перед занятием лучше не будоражить детей и вот при подборе игр обязательно учитывается предшествующее занятие например так после занятий по развитию речи лепки рисования когда ребенок статично сидел выполнял какие-то задания и во время физкульт минутки это может быть а может быть во время занятия вы как-то проявите активность вот здесь можно использовать подвижную игру например если вам сейчас предстоит какое-то там формирование элементарных математических то есть где ребенок должен сосредоточиться и всю волю в кулак грызть наук камень науки и вот тогда это могут быть какие-то малые подвижности или средние подвижности игры на утренние уже прогулки вот здесь воля для подвижной игры использовать можно вовсю но и здесь бывают исключения и исключения не только в подвижной игре но и в длительности игры так например если в этот день который день когда у вас музыкальное занятие или физическое занятие физкультура проводится то подвижные игры можно сократить например в младшей группе это может быть 6-8 минут в отличие как в обычный день когда нет музыкального занятия или физкультура где-то 10-15 минут и старших подготовительных группах когда физкультурно-музыкальное занятие это где-то приблизительно тоже около 10-6-10 минут играется и когда нету занятия это где-то 20 минут дети могут поиграть также важно не только какие занятия были но и время года так во время самое благоприятное для активных подвижных игр это конец весны лето начало осени когда дети могут волю набегаться напрыгаться и наоборот в зимний период когда дети одеты в довольно теплую одежду им не очень удобно передвигаться поэтому игры более спокойные малые и средние подвижности используются еще стоит учитывать погодные условия если если это жаркое летом да очень жарко душевое лето то тогда менее подвижно чтобы дети не потели не повышалась температура и наоборот попрохладнее то наоборот разгоняться и побегать еще был такой вот вопрос слушатели возможно ли заменить подвижной игрой полностью занятия конечно нет потому что даже на физкультуре проводится всего две игры положено это более подвижная в начале основной деятельности и менее такая более спокойная в конце занятия если мы не будем путать понятия подвижная игра и просто игровая деятельность мы все занятия с вами проводим в принципе в игровой деятельности и используя например на занятиях формирования математических представлений например встаньте неделька в ряд это довольно тоже получается подвижная игра малой подвижности когда дети перемещаются понедельник вторник всегда в свое место или же когда состав того же числа у каждого ребенка висит циферка например а другого ребенка будет на груди висеть количество ягодок они должны будут найти свою пару это тоже своего рода мало того взаимодействия но и в то же время какие-то математические действия поэтому конечно в занятиях и порой это будет то есть надо применять такого рода игры детям интереснее и увлекательнее материал воспринимается интереснее но это даже больше как закрепляющий материал вот ну и как же мы будем вовлекать в подвижную игру детей в принципе дети с удовольствием бегут играть ну какие это это эмоциональность воспитателя это и создание каких-то игровых ситуаций проблемные ситуации или сюрпризных моментов например воспитатель достает игрушку которая пищит как птичка и говорит к нам прилетела птичка и захотела поиграть мы сейчас все превратимся в орлопушку или какой-то сюрпризный момент ой я нашла там машинку и сегодня мы с вами будем перевозить что-нибудь и тем самым детей вовлекать да бывают такие ситуации когда дети особенно это младшие группы когда например все собрались играть да один ребенок стоит в стороне ему тяжело тяжело у него нет опыта взаимодействия с коллективом он привык например общаться со взрослыми вы можете попросить его например стать вашим помощником или помочь птичке или каким-то образом помочь и простимулировать его участие что он здесь очень нужен важен какого-то ребенка но вообще на самом деле здесь хорошо подойдут различные игры на социализацию когда дети знакомятся друг с другом и пытаются взаимодействовать особенно на первых парах например игра есть такая еще друга для этой игры воспитатель вешает каждому ребенку мордочку животного этих мордочек обязательно должно быть по две штуки то есть пара и детям говорится о том что включается музыка и говорится грустно и скучно танцевать одному найди такого же зайчик мишку киску собачку и так далее и потанцуй с ним и вот дети ищут где же его пара где зайка второй где киска и так далее или же например кстати хорошая и будет вам помощь например вы собираетесь уже на улицу и вам нужно собрать игрушки можно же это сделать в игровой подвижной форме а вы говорите будем играть в игру собирайка сейчас вам нужно разбиться на пары дети разбиваются на пары вы должны взять каждый друг друга за руку крепко-крепко не отпуская и ходите вместе свободными руками собираете игрушки разбросанные вещи и вот дети собирают вместе не отрываясь игрушки тем самым помогая очистить вашу группу и взаимодействие с друг другом дополну на самом деле таких игр и с мячиком шариком когда пара детей держит один тот же мячик выполняет какие-то задания упражнения там подпрыгнуть присесть покрутиться вокруг чтобы мячик не упал то есть дети чтобы друг с другом взаимодействовали это очень важно именно эти игры они существуют различные игры для которые помогут сплотить детей развить смекалку сноровку развить в конце концов гармоничную личность и я вам подобрала игры которые можно с удовольствием мне кажется использовать и дети будут с радостью играть в детском саду есть замечательное пособие сборник подвижных игр игр эммы яковленно степаненковой она выпущена в рамках учебно-методического комплекта к программе от рождения до школы и вот в пособии представлена методика проведения подвижных игр сценарий игр и методические рекомендации там прописано как в каком возрасте особенности проведения как играть с детьми и полностью все игры прописаны все для младшего там начинается с раннего возраста для младшего для среднего старшего подготовительного то есть зная открывая это пособие я думаю у воспитателя не возникнут проблемы с организацией подвижной игры в детском саду еще хорошее пособие и оно довольно необычное такое называется написала Елена Ульева 100 увлекательных игр для здоровья вашего ребенка ну вот здесь собраны интересные игры в которые можно играть с детьми где ребенок научится взаимодействовать в компании разобьет смекалку ловкость и мне нравится это пособие тем что помимо игр и описания игры как играть здесь еще будет смешно не только наверное если детям почитать но и взрослым здесь представлены картинки смешные каждой игре и комментарии к нему на слайде видите одну из страниц где прописано изображено как есть в самой книге из этой же серии кому будет интересно представлены еще игры разной направленности для отличной учебы то есть можно использовать что-то занятие для уверенности в себе вот как раз здесь много игр которые помогают ребенку почувствовать себя более смелым более уверенно в дороге на прогулке это знаете более это малая подвижность или спокойная игра не заставляющая бегать прыгать и скакать или же когда за окном дождь ну в принципе вот серия этих игр поможет не только то есть можно даже посоветовать родителям да среди воспитателей конечно же есть родители где можно со своими детьми а что там со своими мы по жизни с вами играем играем мы думаем что игр только предназначены для детей на самом деле они нас следуют всю нашу жизнь мы на праздниках играем каких-то мероприятий в творческих корпоративах проходят игры на свадьбах играют наши спортсмены они же тоже изначально были ловкие и подвижные в каких-то определенных играх и это заметили между прочим очень важно во время игры наблюдать за детьми за их успехами может быть именно здесь можно понять какого типа темперамента ребенок ему больше нравятся шумные подвижные игры или более спокойные и еще одно это верх совершенства я даже не скажу что это пособие это коллекция игр которые играли мы с вами в детстве замечательное пособие там представлено это все оформлено в такой красивой коробке там карточки на каждой карточке в каждой карточке есть в каждой карточке представлены игры описание игр как играть вот смотрите я даже вот достала во-первых есть считалочки которые мы использовали с вами вообще самые известные считалки красивые яркие картинки открываешь внутренности там описание полностью игры идет и чем хорошо что в этой коробочке например какой-то праздник вы достаете эту коробку она яркая красивая оригинально оформлена и можно например там 55 игр они не взаимосвязаны друг с другом то есть можно использовать первую карточку 4 10 15 и играть в игры а можно например знаете как фантом какую игру мы сейчас сыграем еще покажем какие тут вот там такая вот очень много интересных игр и ностальгии по детству для по вопросам оптовых закупок или же индивидуальных покупок либо на сайте издательстве мозаика синтез либо в официальном интернет-магазине школа семигном можно это все заказать также хочу напомнить вам что сертификат находится у вас в личном кабинете данное вебинар вы сможете посмотреть течение недели в личном кабинете хотя и так он будет у вас там находиться только он будет перебрасывать вас на этиканал кстати присоединяйтесь к нам мы с радостью будем делиться с вами различными различной информацией надеюсь она вам как-то поможет в работе и хотела сказать на следующей неделе у нас будет также несколько вебинаров но в связи с такой обстановкой которая сейчас происходит из-за коронавируса и то что обращение президента было о том что вывести людей на самоизоляцию мы будем вещать из из дома и будем рады если вы к нам присоединитесь и мы как-то постараемся вместе пережить этот период я желаю вам крепкого здоровья